По карте любой кишвак, посмотрите там какие улицы, чисты ли они, где там мусор, есть ли там мусор. Я не говорю сейчас о столице. Вы в столице просто посмотрите, это совсем другое. Ну, подождите, сейчас я нырну в Google Map, я не знаю, покажет, мне кажется, у вас закрытая карта, сейчас посмотрю. Вы были лучше, чем в России и в любом другом государстве. Потому что в 2008 мы уже говорили по видеосвязи, а в 2010 был тоже такой случай, я пришел, приехал в Москву, ну, по командировке. А тогда еще только, только, только появлялись телефоны, у которых была фронтальная камера. Я ребятам из России, в Москве говорю, а вы знаете, для чего вот эта камера? Они говорят, ну, чтобы себя фотографировать. Я говорю, ну, это для видеосвязи. А у нас она была, причем была бесплатная. Я говорю, ну, ты Хаджана среди нас обманываешь. Хаджана среди нас обманывают. Хаджана среди нас, прикольно. Я говорю, ну, зачем мне вот это придумали? Не было. Вот этого не было у них, а у вас уже было. У вас эти скутеры, да? Скутеры есть, да? Да. Почему? Почему? Потому что лицензию, когда выдают на какую-нибудь услугу связи, они же лицензированы, все эти услуги, за рубежом эти лицензианты дают лицензию только по количеству абонентов. А у нас абонентов мало, поэтому у нас лицензия стоит дешевле. И они внедряют быстро это. У нас оптическая линия была еще в 2005, там, интернет по оптике был. Офигеть. Скажите, а сейчас Путин через вас обходит санкции с Запада? Через Таджикистан, не знаете? Ну, может быть. Насчет этого я никакой информации не знаю. Вы живете в Таджикистане или за границей? Нет, я в Таджикистане у себя. Спасибо. Я очень рада, что вы столько интересного мне рассказали про свою страну. Если хотите... А вот человек пишет, там ограничения жизни, жизни близки к Северной Корее. А у вас есть свобода слова? Есть? У нас, знаете, как... У нас, я скажу, очень многим покажется, что у нас очень сильно развита цензура. На самом деле у нас не так. Мы на протяжении веков жили вот в таком строю. Строю, как сказать, монахическом. Вот. Для нас правитель — царь. Да? Он всегда был. Мы считаем, что... Если правитель, то это от Бога. И к этому все нормально относятся. Мне кажется, многим это может показаться странным и диким, но это не так. На самом деле очень хорошо мы относимся к своему президенту. А в какие страны вы любите ехать работать? Ну, если, например, на заработок, то куда вы едете? Ну, у нас в основном едут в Россию. А как вы думаете, Россия... ...высковой партнер. Россия с уважением к вам относится? Нет, конечно. Я считаю, что это не уважение. Я считаю, что, смотрите, я про это говорил, что Россия обязана... А чего? Потому что 70 лет... ...правильно. Правильно, правильно. Ты девушин с публику... ...не давая развиваться, да? Из-за короба, да. Детский труд. Детский труд. Хотя бы, например, эту Великую Отечественную войну, я извиняюсь, а зачем вам нужна была эта Великая Отечественная война? Что, это ваше Отечество? Это не ваше Отечество? У вас погибло, там, каждый шестой человек. Ничего себе. Зачем вы отдавали... Возвращаемся к тому, что я говорил. Мы считаем наш народ такой очень мирный, очень дружной. Сейчас, я на минутку... Я вас слышу, я просто буду вас на кухне ждать. Вы говорите, хорошо? А почему таджики сейчас на стороне России, а не Украины? Ну, тут такой фактор, что воспитание такое, да, больше... У нас же, в основном, других источников информации нету об этой войне, да? Есть только российские каналы, от которых они смотрят. Ну, опять-таки, я же говорю, тенденция уже другая. Уже очень многие осознают, очень многие понимают, в чем дело. И очень многие поддерживают Украину. У нас же была акция в посольство Украины, там были ребята, это цветы, от мысли после будущих, после этих. Скажите, а выплаты есть? Есть. Выплаты есть участникам СВО? Нет, у нас... Я же говорю, если кто-то узнает, что... Допустим, наши органы узнают, что кто-то воевал даже на стороне России, 10 лет минимум, все. Нельзя. А куда же он может деньги девать, если он воюет на стороне России? Что он не может своей жене помогать? Ну, не афишируют же те, кто воюет, никакой информации нет, кто там находится. Такие хитрые, понятно. Кто пошел воевать? Никто не идет, никто не афиширует. Только узнаешь, откуда, когда он приезжает в Цинковом гробе. А, то есть ты где-то ногу потерял, а упал, очнулся, нет ноги, да? А, и все? Да. А так, я даже за то, что... Какая Россия? Зачем ты за нее воюешь? Я за, что высадили. Узнали, что он пошел воевать. Пришел на родину. Пожалуйста, тебя посадят. Ты родился в Таджикистане, ты будешь в Таджикистане. Ты должен, допустим, если кто-то нападает, ты будешь воевать за Таджикистан. Зачем тебе за Россию воевать? Это правильно, это правильно. Если за дети пошел, то это уже коллаборант. Идешь. Тюрьму, пожалуйста. У нас... А какие у вас тюрьмы? У вас, ну, тюрьмы, как вот, ну, грубо говоря, там, с интернетом, там, с футбольным полем, или там насилуют? Не знаю, у меня этой информации нету. Ну, насчет насилуют, я думаю, что такого у нас нету, у нас вот... Ну, я надеюсь, что... Потому что в Советском Союзе насиловали... Ни в каком виде. Понятно.